Всем привет, друзья! Сегодня... Меня добивает жестко. Мы так просто в один тон говорим. Короче, ребят, завтра, кто не знает, будет заруба Игоря Войтенко и Бадургова Ислама в 15.00 по Москве. Написано в официальном инстаграме Ислама и, собственно, Игоря. Поэтому, кто не знает, то наблюдайте. Я думаю... На самом деле, я не знаю, будут ли они трансляцию в инстаграме проводить. Я думаю, будет она трансляция. Но, скорее всего, они будут, да, трансляцию проводить. Поэтому следите, подписывайтесь на их инстаграмчике и будем смотреть вместе. А сегодня мы разберем эту зарубу. Как она будет выглядеть, кто выиграет и как она вообще будет происходить. Скорее скажем наше мнение. Да. Полетели. Выступать они будут в двух дисциплинах. Первая – это жим лежа, свой вес на 200 раз. И вторая дисциплина, например, через 10-15 минут – это подтягивание максимально за 120 секунд со своим весом. Будет жестко довольно-таки. Сейчас мы обсудим, я думаю, кто сколько сделает и кто выиграет вообще в каких дисциплинах. У кого какие шансы. У кого какие шансы, да. Я думаю, на самом деле, что Игорь, так как он занимается в зале, то у него довольно много шансов выиграть в жеме. Как мы знаем, он всех делен в жеме. У него очень хорошая выносливость. Он и Шреддер там практически порвал. А, даже в последней-то зарубе Шреддер четвертое место занял. На Игорь третье. Ну, довольно хорошие, короче, показатели по сравнению с химиками, со всеми этими, с пасукой Котский и остальные. Довольно хорошие у него показатели. Но у Ислама, как думаешь, в чем он силен вообще? Ну, я могу сказать точно, что в подтягиваниях на турнике все-таки у Ислама больше шансов. Потому что он этим занимается очень давно. И, как мы видели, он тоже со Шреддером соревновался в подтягиваниях с весом плюс 25 килограмм. Поэтому, я думаю, все-таки со своим весом он сделает намного больше. Плюс 25 килограмм. И смотрел, кстати, видос, где Ислам сделал что-то американский, на американскую шнягу какую-то с 25 килограммами на 25 раз вроде бы. Это вообще мощность. То есть, у него очень хорошие показатели в подтягиваниях. Там, не знаю, в отжиманиях, скорее всего, нет. Не знаю. Ну, отжиманиях на брусьях. На отжиманиях на брусьях, да. То есть, соответственно, нажим лежа, все равно у него растет пропорционно. То есть, смотрите, у Ислама довольно хорошая подготовка в воркауте. То есть, хорошо прокачаны мышцы. Мы не можем сказать на 100% химик он или нет. Но можно приблизиться к тому, процентов на 70, сказать, что он подхимичивает, конечно. Форма у него крутая, хорошая. Он и рельефный, ну, когда как, да. Иногда заплывает, иногда рельефная, офигенная форма у него. Мы вот тут фотографии прикрепим. Посмотрите разные формы, да, его на наборе массы и на сушке. Поэтому у него очень хорошая форма, как бы, для воркаутера. Он большой для воркаутера. Даже можно сказать, что он очень большой для воркаутера. Вот так воркаутеры не могут раскачаться, на самом деле, в натурашку. Это довольно сложно, если работать без больших весов. Ну, скорее всего, он подтягивается с весом, да, там, большим. Да, отжимается с весом. Это, конечно, понятно. Прогрессия весов нужна. Вот. А Игорь хорош, конечно, в зале. В жиме у него отличные показатели. Почему? Как ты думаешь, почему у него хорош? Ну, потому что он отжимается целыми днями, как же ты. Думаешь, только из отжиманий? Просто выносливость. А ты думаешь, отжимания связаны с жимом лежа? Ну, конечно, это же то же самое, почти только обратно. Думаешь? Ну, я более чем уверен, что просто если долбить все время одно и то же, то, в принципе, у тебя лучше всего идет то, что ты чаще всего делаешь. А он делает отжимания, не знаю, сколько у него каналов, 3 года, он каждый день делает отжимания, считай. Ну, это понятно. Отжимания развивают больше выносливость, а жим, не знаю, с тем же своим весом больше силу развивает. Почему? Силовая выносливость же все равно, то есть ты настолько силен, насколько ты вынослив, и настолько вынослив, насколько ты силен все равно. Это спорный момент, видишь, если у тебя нет прогрессии нагрузок, то у тебя... Есть прогрессия нагрузок, если бы он просто отжимание делал со своим весом, он же всегда... Ну да, он с дополнительным весом, скорее всего, вот дополнительный вес, конечно, и протащил его к тому уровню, который у него есть сейчас в жиме лежа, ой, да, в жиме лежа, вот. И что можно сказать, у него хорошие от природы группы мышц, как плечи, как грудные мышцы, довольно... Даже с первых видосов не было видно, что... Довольно объемные, хорошие от природы мышцы, поэтому, в отличие от меня, у меня плеч нет, у меня битка гораздо больше плеча, поэтому у меня в жиме очень плохие показатели. У Игоря очень хорошие, потому что именно вот, как у Сани, да, у него довольно хороший верх, даже можно по видео посмотреть, что у меня дрыщавый верх, а у Сани более такой коренастый массивный верх, и поэтому у Санька тоже хорошо идет жим, так же, как у Игоря. Ну что, как можно подвести итог? Мы на сто процентов, наверное, уверены, да, что в подтягиваниях Ислам выиграет... Выиграет Ислам, а в жиме лежа выиграет Игорь. В подтягиваниях просто у Игоря шансов нету с Исламом, потому что он профессиональный воркаутер, это и так понятно. Но с другой стороны можно сказать, что именно вот Ислам, он все равно занимается тоже, я думаю, все-таки раз он готовится сейчас именно к жиму лежа, я думаю, начнет заниматься в зале, и возможно, учитывая его предыдущие успехи, там, выжимая их на брусьях с весом, он может сейчас наберет хорошую форму и тоже может выиграть в жиме, поэтому я бы больше ставил именно на Ислам. Но все-таки, видишь, времени как бы не особо, завтра уже зарубает. Ну да, но даже если вот судить по физическим качествам и вот по виду, то Ислам больше. Ислам больше, да, да, да. Просто больше и сильнее. Да. Ну вот, ну примерно, да, мы можем сопоставить, что 1-1 будет, примерно. Но Ислам точно не проиграет, это 100%. Но 1-1 ничья, либо 2-0 в пользу Ислама будет 100%. То есть, возможно. Но я склоняюсь больше к 1-1. Ну я тоже так думаю. То есть, вот. А так, друзья, спасибо за внимание. Завтра смотрите эту зарубу. Да, завтра смотрите зарубу, думаю, будет интересно. И после зарубы, возможно, мы тоже снимем наш отзыв. Обзор. Да, обзор на эту зарубу, как что было, какие косяки были и так далее. Если вам это интересно, напишите в комментариях обязательно. А так, спасибо огромное за внимание. Поставьте лоис, подпишитесь на канал, подпишитесь на наши инстаграмчики. Санька тут, Санька, я мой тут. Санька тут, Санька тут. Вот, везде, Санька, короче, на всем экране. Ну вот, друзья, спасибо большое. Увидимся в следующей выпуске. Всем пока. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok